приветствую всех данном ролике я решил вам рассказать еще об одной группе металлообрабатывающих станков комбинированные станки многие из вас наверняка уже знают об универсальных станках однако при всем многообразии их положительных сторон у них есть существенный недостаток для того чтобы привести данный станок в нужное функциональное состояние как например фрезерный станок требовалось немало времени сил а порой и нервов в этом смысле отличным решением является комбинированные станки у которых все опции станка находится уже в готовом к работе состоянии еще одним неотъемлемым положительным моментом у таких станках является то что за одним станком могли работать несколько человек что конечно же ускорялся процесс выпуска конечного продукта одним из первых такую конструкцию предложил хюберт далтон 1920 году и был основан на уже существующим в то время токарном станке им же разработаны через год данный станок был запатентован данный станок имел возможность проведения таких работ как токарные фрезерные вертикальные и горизонтальные сверлильные и все от одного двигателя токарная часть танка была совершенно обычной даже по меркам современных станков присутствовал даже ходовой винт с рычагом маточной гайки с помощью которой приводилась в движение вся каретка на фартуке каретки можно было заметить фрикционную подачу автоматическую поперечную подачу а также микрометрическую подачу особый интерес вызывала левая часть танка где обосновалась фрезерное устройство и передняя бабка шпиндель для токарного и горизонтального станка был общим на нем виден трех ручейный шкив для плоского ремня который был весьма распространен те времена на передней поверхности бабки находится коробка подач с крестовидным рычагом на три позиции и 18 скоростей она призвана для управления скоростью автоматической подачи фрезерного стола левее коробки подач расположен рычаг изменения направления вращения ходового винта еще левее находится шестеренки гитары токарного станка чуть выше мы можем заметить коробку скоростей для сверлильного и вертикально фрезерного станка на три позиции и 18 скоростей за ней располагается поддерживающая балка хобот простонародье для оправок фрез горизонтального фрезерного станка еще выше находится достаточно интересное решение противовес шпинделя вертикальной головки фрезерного станка самое верхнее положение занимает косозубые шестеренки передачи крутящего момента на шпиндель вертикальной головки на передней поверхности под правую руку также располагается рычаг сверлильного станка и рядом винт для зажима шпинделя станок на первый взгляд получился достаточно сложным с большим количеством различных рычагов однако если разобраться то все понятно и доступно чуть позже тридцатые годы австралийская компания краузы выпускает свои версии комбинированных металлообрабатывающих станков ум2 и ум3 которые разительно отличались от предыдущего станка более массивными размерами а также появлением отдельной вертикальной фрезерной головки на передней поверхности передней бабки таким образом данным станком могли пользоваться уже три человека одновременно выполняя различные работы ум3 отличался от младшего собрата наличием также и долбежной головки что делал данный станок еще функциональные стоит сказать что в разные годы выпускались разные версии отличающиеся габаритами расположением управляющих рычагов однако общая компоновка основных узлов оставалась всегда одинаковой через несколько лет появляется поистине удивительное творение инженеров того времени комбинированный универсальный станок компании от кок и шипли а по другим версиям станок томаса райдера и сына в данном монстре реализованы такие функции как токарные вертикальные и горизонтальные фрезерные сверлильные плоско и кругло шлифовальные другими словами вся мастерская в одном станке а самое интересное что у каждого узла присутствовал весь тот функционал который необходим станку если бы он находился вне данного агрегата как и положено все обрабатываемой поверхности охлаждались системами соль а для раскрутки насоса в правом торце станка располагался еще один двигатель на данном станке могли полноценно работать уже 4 человека если говорить о самых явных отличий от предыдущего станка то мы заметим что сверлильная и вертикально фрезерная головка расположена уже задней части станка хотя в данном случае точно определить где перед и зад станка уже достаточно проблематично в 1937 году компания дайничи разрабатывает свой комбинированный станок дл-6 который был окончательно доработан в 1952 году он отличался более массивными размерами и современными технологиями изготовления механизмов коробок передач и коробок подач основной акцент при изготовлении данного станка ставился на токарный который занимает основную часть площади станка и фрезерный как вертикальный так и горизонтальный а на этом все спасибо за внимание всем пока